Для чего мы проводим свадьбу? Для чего и для кому? Да, очень часто готовясь к свадьбе, мы забываем о мелочах, то есть мы думаем о том, что что то есть свадьба, это платье свадебное, я считаю, что всем невестам говорил, что если есть свадебное платье, все, можно остальное не заморачивать. И свадебное платье, потом ведущий аромат, потом вместо кортеж, к которому мы сейчас вернемся, одежда, соответственно, жениха, мейкап, макияж, прическа, вот, в принципе, и все, все, о чем мы задумываемся во время подготовки свадьбы. А на самом деле есть очень много мелочей, из этих мелочей становится приятное настроение на свадьбе. Скажу сейчас, сделать, сказать, дизайнерские украшения практически стало не так дорого, как раньше было, да, и примерно стоит, ну, может, на 5 рублей подороже, чем те приглашения, которые продаются в тех местах, где продаются в календаре, открытки и так далее. Открываю, башки, мастер, башки, башки, петьки, открываю, там все как знакомые. Нет, бутылку запихнули, еще что-то, сложили в ларец, так далее, там подобное. Дайте людям игру, они должны, ну, как сказать, получить кайф от приглашения. При выборе ведущего оператора-фотографа никогда не стоит обращать внимание на, скажем, на слухи, на, значит, как это сказать, ну, во-первых, в первую очередь, слухи, во-вторых, в очередь, стереотип, который, возможно, в этом человеке сложился. Я к чему все это веду? Очень часто так бывает, что звонят молодые, говорят, знаете, а сколько стоит провести свадьбу? Ты им называешь цену, а они говорят, ёооо, а я думал 100 тысяч, а я думал полтос. В любом случае, при выборе ведущего оператора-фотографа нужно не обращать внимания на слухи, на сплетни, нужно идти и разговаривать. Всем огромное спасибо, что пришли. До скорых встреч. Угощайтесь с вами. 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 Продолжение следует...